всем большой привет я виола и я рада приветствовать вас на моем канале сейчас вы перед собой видите ту часть отшитого дизайна которая у меня есть это хает он такой вертикальный большой поэтому приходится так его снимать с большими широкими полями снимаю на полу но уж как есть я потом немножечко поближе покажу это дизайн который выполнен по работе и вон гилберт и называется он ангел садовник эта работа мне сразу очень понравилась и где-то лет пять назад нет да не пять лет назад где-то лет шесть назад я его начала вышивать повышевала его около года наверное вот такой результат у меня за это время сложился а потом у меня родился давид мой старший сын и уже после его рождения я не смогла больше вышивать и на этом моя вышивка остановилась и мне пришлось просто ее сложить и убрать в долгий ящик буду вот так поближе вам показывать отшита примерно третья часть работы может быть даже и больше здесь в работе используется 50 цветов вышивая я на 18 канве это канва полулен и как мне кажется она очень хорошо сюда подходит потому что здесь не полная зашивка вот это крыло конечно такое было сложноватое в плане вышивки но самая такая наверное нудная часть работы и я ее закончила как я уже сказала работа была отложена на пять лет потому что давид родился и все было мне уже потом сложно вышивать я уже там перешла на какие-то маленькие работки и эта работа у меня просто лежала вот сейчас я ее достала постирала и глядя на ваши хаеды которые вы вышиваете очень сильно мне загорелось опять вернуться к этой работе я уже жду не дождусь когда закончу свой сапожок щелкунчиком и обязательно приступлю к этой работе вышивала я по цветам так как тогда еще парковку делать не умела и конечно это было очень сложно я на листочке выделяла какой-то один цвет например с желтым маркером вышивала этот цвет полностью по листу а затем например голубым маркером или маркером другого цвета я потом поверх закрашивала конечно это все занимало достаточно времени и было так сказать не очень удобно поэтому вот теперь когда я уже познакомилась с парковкой я надеюсь что мне удастся вышивать эту работу именно парковкой вот видите если сблизи смотреть хотя как бы сильно близко тоже мне не получается сделать видно это месиво цветов как здесь все это намешано вот здесь даже вот два крестика какие-то одинокие сбоку но они были на схеме поэтому я их вышила когда начинаешь смотреть издалека то сразу проявляется вся красота этой работы плане организации работы то все у меня было очень вот так вот некрасиво то есть я взяла обычную коробку какого-то смесителя и здесь у меня хранятся ниточки кстати вышивала я эту работу нитками dmc в перемешку с нитками белка вот я смотрю как то никто из девочек сейчас по крайней мере на ютубе я не видела чтобы кто-то белкой вышивал и очень зря потому что ниточки белка они идут стопроцентный хлопок я посмотрела в интернете что они китайского производства но это совсем не с хс это стопроцентный хлопок они по своей структуре по своим качествам они стопроцентно совпадают с нитками dmc и цвета здесь тоже сто процентов совпадают хотя номера здесь не такие нужно использовать таблицу перевода но таблица у меня есть и вот часть работы у меня то есть в работе у меня идут нитки и белка и dmc и отличить их абсолютно невозможно здесь конечно нужно будет все перебирать вот вообще даже один цвет у меня вот так если даже подписывала что какой номер dmc какой номер идет в белке там и барашки от станочка вот видите здесь и дополнительные ниточки и вот бобинок у меня тогда не было бобиночки я вот сама вырезала из таких из пачки от соков вырезала вот такие бобинки и на них наматывала нужно будет конечно все это переорганизовать все это нужно будет перемотать я уже купила себе пластиковые бобины наверное буду все это перематывать и потом уже когда приступлю к этой работе то я покажу какая у меня организация процесса ну вот так я сейчас не могу вспомнить точно размеры работы нужно искать схему схему я скорее всего будут печатать по новой потому что там она у меня лежала и немножко помялся тот листик который шел в работе поэтому я уж как приступлю к работе когда уже натяну конву и переорганизую свой процесс я обязательно сниму новое видео и уже там более подробно расскажу о самом дизайне а пока вот так принимайте меня в ряды вышивающих ает вот надеюсь что вам будет тоже интересно следить за этим процессом поэтому на этом на отчет мой сегодняшний завершаю всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока